Здравствуйте! Вы в эфире телекомпания «Город», программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Игорь Ермаков, руководитель Центра подводного плавания «Садко». Начну с того, что центр находится в Новомичуринске в первую очередь, да, основной? Да, основная база находится там, и обучение и прохождение всех курсов на этой базе проходит у нас от начального курса до профессионального. Чем вообще центр занимается? Поконкретнее, поподробнее? Центр занимается сейчас развитием в регионе и в городе Рязани активного отдыха, такой как дайвинг, рекреационный, туристический и более профессиональный, технический. Есть еще один более высокий уровень – пещерный дайвинг, кейфдайвинг. В городе Пронске есть уже нами исследованные пещеры, которые мы сейчас в дальнейшем исследуем и увлекаемся немного подводной спелеологией. Для того, чтобы продвигать и, как бы, людям доносить, что в городе Пронске есть еще подводные реки и где можно их, как бы, посмотреть. Но если говорить о непрофессионалах, то есть обучение проходит в закрытом помещении или уже на реках-назерах? В зимний период, как бы, у нас есть база в городе Рязани на Маяковского 1А и в Дворце творчества мы там занимаемся. Вот. Учим детей с 8 лет и, как бы, минимальный возраст ребенка 8 лет, максимальный возраст, как бы, человека. Ну, в этом нет предела. Главное, чтобы состояние здоровья было у людей нормальное и, чтобы люди сами того хотели заняться, как бы, дайвингом. Ну, как бы, не боялись воды и были более-менее в хорошей спортивной форме. Но из практики, ну, не из практики, а из жизненного опыта, наверное, самый старый человек – это была женщина. Она, это мы познакомились в Египте, она проходила курс обучения, ей было 93 года. У нас в Рязани, ну, самый, наверное, такой ученик был, это ему было 75 лет, самый возрастной ученик. То есть он сам пришел, сам захотел? Да, он пришел, сам, да, как бы, отзанимался, прошел курс обучения, сдал экзамены и, как бы, соответственно, нырял. А вот вы говорите, он получил лицензию или что-то? Сертификат. При окончании обучения, да, я понял, да, вопрос. При окончании обучения люди проходят теоретическое сначала обучение, потом практическое. После этих навыков люди сдают экзамены, экзамены принимают соответствующая, как бы, комиссия. И на основании этих экзаменов люди получают международный сертификат, где этот сертификат действует во всей точке мира. То есть приезжая в любой, грубо сказать, дайв-центр мира, при предъявлении этого сертификата, вы имеете право нырять на тех условиях, насколько вам позволяет ваш сертификат. А заниматься далее какой-то профессиональной деятельностью? Да, далее профессиональной деятельностью, это зависит от всего вас, от состояния здоровья, от материального положения, от временного интервала. То есть если есть желание и время, то можно заниматься. Можно уйти в научно-исследовательное, как сейчас мы занимаемся, спелеологией. То есть, как бы, ищем в Рязани, в Рязанской области пещеры, где, как бы, люди ни разу не были. И хотим показать людям, что такие вещи есть. Людям это интересно. И хотим донести до них, что такие, как бы, у нас исторические места еще существуют. Вот вы уже второй раз упоминаете о спелеологии, да, то есть подводные. Вот эти пещеры, исследования. Что-то уже удалось для себя интересное открыть? Для себя, да, открыли. Мы в Пронском районе, в городе Пронске, там, есть рядом с речкой Галинка две пещеры. Мы их исследовали на сегодняшний день. Сделали небольшие съемки. Ну, и, как бы, в этом году хотим, как бы, дальнейшие их, ну, узнать максимальная, как бы, длина этих пещер на сегодняшний день 75 метров. Всего мы исследовали. Потому что это сложное погружение. Холодная вода, 5 градусов в любое время года. Вот. И очень сложное погружение. Ну, в этом году хотим дальше исследовать их. И, как бы, возможно, вам это покажем. Вот вы их исследуете как любители? Или же с вами присутствуют люди, специалисты? Ну, по большому счету, как бы, специалистов в Рязани у нас не очень много по этому поводу. Вот. И мы исследуем их сами. Единственное, нам помогают чисто исторические какие-то, вот, старые данные. Люди, которые занимаются, ну, придя в библиотеку, можно поинтересоваться, где, что раньше было. В архиве найти, как бы, данные, изучить эти данные. И дальше сделать план и попробовать, как бы, реализовать этот план. Ну, вот так это, как бы, происходит. Ну, давайте вернемся все-таки к обучению, да. Вот первый урок, который вы даете новичку. Что в первую очередь должен знать новичок? Ну, первый урок, который человек приходит в бассейн, сразу мы, как бы, человека, чтобы он знал, чтобы он не боялся воды. То есть, чтобы не создавалась паника в воде и под водой. Первые навыки мы даем, как бы, человеку попробовать в бассейне поплавать так, как на поверхности, и попробовать подышать под водой. То есть, человек должен понимать, что это чужая среда, и он должен, как бы, не бояться в ней, а быть в ней, как бы, уединиться с природой и раствориться в этой красоте. То есть, наслаждаться, наслаждаться тем, что, как бы, другим людям это не видно. Вы занимаетесь всем, что связано с водой, в том числе подводная охота. Вот об этом как-то поподробнее расскажите, потому что у нас в Рязани, я знаю, много любителей. Ну, подводная охота в Рязани тоже развита, и известные водоемы, где, как бы, находятся, ну, как бы, куда приезжают подводные охотники. Да, занимаемся подводной охотой, но это дело такое индивидуальное. Подводные охотники, не каждый хочет рассказать свои места, где, как бы, много рыбы. Много людей, которые занимаются подводной охотой, ездят тоже по Рязани, по Рязанской области. Ну, это спортивный, активный такой отдых для того, чтобы быть всегда в тонусе. Но мне кажется, мало того, что человек держит себя в тонусе, он еще и наблюдает потрясающие виды необыкновенной красоты. Наверняка это много кого притягивает. Да, притягивает людей очень много, но по сравнению с подводной охотой, в Рязани очень развит такой, как вид подводной деятельности – это фридайвинг. Фридайвинг – это плавание на задержке дыхания, но не охотясь за рыбой, потому что не все люди, как бы, хотят стрелять в эту рыбу, хотят ее там фотографировать или просто единиться, как вы говорите, да, с природой. Фридайвинг на сегодняшний день в Рязани очень развит. Очень хорошая на нашей базе школа Натальи Молчановой. Это чемпионка мира, который, как бы, завоевал много титулов. Как бы, на базе ее школы, наша рязанская школа, также тренирует людей и занимается в бассейнах. Есть свои какие-то уже маленькие рекорды, выезжают на соревнования ребята, также выезжают за границу и проводим курсы. В этом году, да, был семинар у нас в Рязани с Юрием Шматко. Это чемпион мира по фридайвингу. Он делал в Рязани мастер-класс. И наши рязанские дайверы, как бы, вынесли у него многого в его обучение. И, как бы, одно из направлений в Рязани очень хорошо прижилось. Фридайвинг очень хороший и для девушек, и для мужчин. Потому что плавать с большой одной ластой, с моноластой, это красиво, как русалки. Ну, я хочу пожелать, наверное, рязанцам, чтобы они получали от своей работы такое же удовольствие, как и вы. Надеюсь, что так и есть. Да, спасибо. Это была программа «Семь минут». В гостях у нас был Игорь Ермаков. Всего вам хорошего. Скоро увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин